миш привет привет виктория а почему ты без перчаток почему без перчаток на улице тепло поэтому сегодня решил не надевать миша скажи у тебя когда-нибудь брали интервью да пару раз было пару раз было и где есть на канале фай тв она точно есть и микросчон каких-то каналах наверно не нашла на спорт 24 даже до готовилась к интервью поэтому ну я думаю сегодня мы о многом успеем поговорить и нашим зрителям будет интересно узнать тебя немного с другой стороны я хочу начать того чтобы ты рассказал как ты вообще заинтересовался индустрии ммэй почему ммэй и и как это вообще произошло да я на самом деле хотел все шутки начать опять потому что заинтересовался я с боя тнк эббота как-то в детстве я случайно переключал каналы и по моему пара нтв тогда показывали трансляции прайда или юси я уж тоже плохо помню и наткнулся на одного бойца который ну визуально очень прикольно выглядел это был такой толстяк накачанный и он там раздавал всем тумаков я просто такой до этого никогда не видел смешанное единоборство вот смотрел чуть бокс может быть в детстве что-то еще подобное но ммэй именно не смотрел и очень классно тогда это все подавали я правда уже точно не помню кто был комментатором возможно я уже тоже чуть-чуть меня какие-то есть изменения в памяти возможно просто это был николай фоменко даже они они просто в свое время рестлинг комментировали вот может у меня чуть воспоминания совместились вот но в любом случае это было что-то именно прям прикольное вообще ну немножко не по теме у тебя вот его внешний вид или вот просто там прикольно так рассказывали говорят типа он там там просто предысторию какую-то искали который потом когда я стал узнавать не совсем она правдивая была но в любом случае они там создали такую интересную предысторию что вот там парень просто дерется в барах всегда не тренируется никогда потом выходит там в клетку с профессиональными там борцами и бойцами и их там жестко вырубает откуда ничего себе так можно это как-то он меня зацепил потом я пошел посмотреть в интернете кто это такой и в те времена еще интернет был не очень хороший нужно было использовать карточки такие метро веб у них было ограничение по времени там продавали на кого так грузилась да да все долго достаточно загружалась сверху вниз все долго загружалась но в итоге вот я тоже там стал искать какую-то первую информацию по нему и наткнулся тогда тоже только стал развиваться в контакте вот я тогда учился в десятом по моему классе или в одиннадцатом и нашел группу про бои без правил но там было очень мало народу и там не было никакой информации я стал сам искать где-то в гугле где-то там в яндексе и делиться там это информация с ребятами которые там и вот те ребята которые тогда были вот в этом сообществе всего там на но я думаю что в россии реально около там тысячи может быть пару тысяч человек знали вообще что такое мама и тогда вот это было сколько ну 20 лет назад вот и так получилось что я школьник тоже как-то ну в эту тусовку влился просто потому что мне понравилось решил про это больше узнать я стал приводить какие-то тексты про бойцов что тот что искал в интернете в интернете тогда было очень мало всего и это тогда относительно ценилась английского переводила выкладывают в эту группу надо это очень сложно было потому что английскими они супер сильные но я там с помощью переводчиков там google переводчик и бумажным ким переводчиками что-то искал до выкладывал делился вот потом наткнулся тоже на разные формы были большие формы был форм валюту да был форум микс файт тоже там много чего подчерпал информации просто как тот мама и мне стало интересно и в принципе в школе я боролся но с одноклассниками и когда профессионально не занимался но в школе я был такой типа народный чемпион своего класса ну в классе мог всех побороть и когда я смотрел бои я думал что тоже когда я стану побольше там закончу школу я смогу просто пойти тоже в бои и буду там типа всех бороть буду ну да просто хотела ну в сиф прайд тогда прайд больше смотрел чем си кстати вот но перед этим я решил записаться на вольную борьбу вот как раз когда поступил на первый курс университета и понял тогда что не умею кажется бороться что одно дело одноклассниками бороться другое дело там с какими-то мастерами спорта и так вот как то не знаю все закрутил завертелась потом записался на ммэй вот и несколько лет прознимался ммэй просто все это время смотрел что-то рассказывал но поступил ты в какой вуз государственного университета аэрокосмического прибора строения на факультет математикой программируем ты математик программист ну по образованию да но не работал ни дня ни дня не работал да ну крутая профессия же почему нет да сто процент ну не знаю как то так получилось твой интерес к ммэй настолько был сильный нет вообще ммэй я никогда не рассматривал как работу ну может быть знаешь последние пару лет я рассматриваю как работа это всегда это было просто хобби то чем я увлекался как я не стал работать математиком программистом на помощь четвертом или на третьем курсе мне нужны были деньги вот как и всем студентам мне кажется и я пришел к отцу к своему и говорю мне нужна работа какая-то он стал своих друзей обзванивать взрос всяких дядек и один из них владел бетонным заводом он будет мне нужен сейчас как раз продажник туда молодой какой-то такой юркий говорит давай этого сына попробую вот я пошел туда работать и как-то вот из-за того что нам платили тогда хорошо вот на фоне там стипендия сейчас я примерно посчитаю не знаю раз в 20 больше чем стипендия была тогда у меня была зарплата вот и как-то вот университет совсем на второй план отошел потому что первые два курса я вообще учился без строек у меня помню даже две четверки было что-то такое я хорошо учился достаточно и вот после того как я устроился на работу и стал работать мне надо было на работу ездить надо было продавать бетон вот как-то учеба пошла чуть на спад нет ну средний не хорош средний мне сложно чуть обманывать людей было а там это такая вещь одна из ну если хочешь зарабатывать надо обманывать ну и сложно в любом случае прикольный когда тебе что-то продают я просто сейчас тоже это понимаю когда тебе приходит вот а когда ты приходишь и должен что-то кому-то втюхать это сложно особенно когда ты знаешь что у тебя вот есть твои конкуренты такие перекупщики или кто-то которые обманывают а ты же типа от бетонного завода сложно очень работа на самом деле ну наверное по тип характера тоже мне тяжело вот когда мне отказать я расстраиваюсь поэтому не знаю ну и проработали там достаточно долго мне кажется года три-четыре этом отработал и в какой-то момент я даже уже должен был стать управляющим заводом но потом другого человека выбрали нормально получается это был продажник если карьера не может быть знаешь даже наоборот что я в административных каких-то делах больше уже стала там прямая части чем продажах продажи короче не знаю в принципе у меня были пару от больших клиентов которые основные деньги мне приносили но это сложная работа вот на самом деле я понимаю надо быть именно продажником а мне это не супер нравилось ну мне это просто приносило деньги вот и тогда когда я уже вот на первых курсах тоже работали я зарабатывал больше чем ребята которые были программистами мои коллеги которые только стали джунами какими-то вот тогда но потом вот буквально поработав но они поработав там год-два уже стали реально кратно больше меня получать я тогда уже понял что чуть не туда чуть а сейчас наверно вообще да сейчас мои друзья вот близкие кто-то работает в яндексе кто-то работает в интеле и там до 500 ка в секунду они получают очень много и конечно но зато ты любишься профессии да да но они тоже и я в принципе программирование люблю нравится я даже думал в какой-то момент может быть вернуться когда мама и не очень много денег приносила но короче это такое тоже это труд надо этому посвящать много времени надо этим заниматься но в принципе программирование круто слушай а если вот сейчас так ну теоретически подумать ты сможешь вернуться и например ну там на позицию джуна выйти и начать кодить это реально или тебе уже нужно очень много догонять надо очень много нагонять но это реально вот сейчас кейс есть не знаю у нас будет интеграции обучение не знаю какой программе но мой хороший тоже друг он всю жизнь отработал инженером просто мой друг который тоже по спорту с ним познакомился мы вместе боролись и он инженер он просто инженер в доках работал и вот наш друг который работает в яндексе он высокую должность там занимает сейчас хороший чем программист как-то он к нему обратился хотя инженер тоже в принципе получает неплохо не стук не сколько программист но хорошие деньги тоже инженер получает и он сказал что вот ему 30 сейчас четыре года или 35 он сказал что знаешь я устал вот работа инженером хочу программистом стать он будет может меня вот как-то за полгода за годик типа поднатаскать чтобы я пошел потом но у меня было какое-то уже там условное резюме мы чуть придумаем его и устроился джуном или кем-то и вот лучший друг александр смог за полгода превратить инженера в которому 35 лет ну в принципе что немало для именно чего-то нового да смог его превратить в программист и сейчас он устроился на работу так что чисто теоретически чисто теоретически это возможно но наверное сложно будет слушай ты доволен сейчас своим уровнем дохода вообще в принципе да наверное но скажи вот из чего он складывается окей да сейчас ну как все знают не самые там лучшие события для креаторов из россии во первых отрубилась монетизация ютуба что приносило хорошие деньги во вторых у нас есть спонсоры но опять же они платят там в рублях и в пересчете там на другую валюту сейчас я живу в казахстане конечно сумма упала там до 30 процентов и это грустно но у меня хороший доход вот плюс я имею тоже ставку в найзе поэтому в принципе вот все вместе у меня хороший доход получается но он бы был бы намного бы больше ну и он был больше в россии вот но но это не от меня чуть зависит то что происходит в мире вот ну точнее что происходит с россией поэтому вот что имею то имею но в принципе я тоже еще понимаю так как работал продажником что если чуть больше на это наверное нажать сейчас вот ну начать куда-то продавать что-то то в принципе можно увеличить свой доход просто я такой человек что мне лень бывает часто вот если я наверное этим займусь то смогу чуть увеличить доход но не знаю пока меня все устраивает миша тебе с точки зрения быта легко было в мать и адаптироваться да в принципе у меня вообще было такое ощущение что я на другую станцию метро переехал вот и район на самом деле в котором я живем он на мой похож и у меня тоже я живу в московском районе петербурге и там тоже пятиэтажки здесь четырех правда этажки но в принципе тоже такая зеленый достаточно район много пятиэтажек так что еще не такое да что просто на другую станцию метро переехал но сначала ты жил в районе алматы арены да и рассказывал и смешную историю что там все дома ну действительно одинаковые это даже не в ту квартиру да как-то да я тоже вечером бегал и после пробежки там причем вот мне что не очень нравится в алматы что плохо с освещением я не знаю почему-то не включают часто на улицах где-то еще вот даже здесь кстати вот по дорожке по которой мы идем есть фонари но вечером их не включают не знаю почему по каким-то дням наверно включают интернет и вот то же самое было алматы арены я как-то бегал и я причем там жил не так уже долго типа неделю вот решил пробежаться пробежался захожу на свой этаж поднимаюсь такая же парадная типовая дверь даже похоже открываю дверь и какой-то мужик стоит я думаю интересно это типу нужен комик от пробрался об этом смотрю что вообще ну другая чуть прихожая и такой ой извините не до вошел и на меня ну мужчина посмотрел так типа с пониманием что видимо уже не первый раз и как я потом понял что в казахстане особо вообще никто дверь не закрывает ну не знаю вроде бы закрывает мне многие вот говорят что типа там деть постоянно бегают вот но я я закрываю я вот все-таки в россии привык закрывать но забавно было а погода как погода лето очень тяжело я воспринял потому что мы слишком жарко я все-таки такой северянин но вот во всем остальном зима в принципе не суровая в питере тоже влажность меньше здесь намного чем в питере в питере чуть влажность тоже от нее устаешь а так да не нормально если кондиционер дома есть вместе нормально а ты на лыжах катаешь ты на борде да да на сноуборде кота ездил в прошлом году один раз только я тоже перевез оборудование все но поздно чуть я перевез поэтому уже не было особо времени плюс много работы и нужно еще тот с кем кататься мне одному скучно жена у меня не очень хорошо катается вот хотелось бы с кем-то кататься здесь мне много очень кто обещал мне постоянно здесь такая тема все говорят я с тобой покатайся кто-то еще на рыбалку обещал куда только не звали вот в итоге никуда не получается основной твой рекламодатель это беттинговая компания туда тоже пометка в этом году потому что прошлый год это были энергетики сейчас я прям ушел беттинг тебя ничего не смущает нет как ты себе это объясняешь да ну мне кажется все кто меня знают условно и следят за каким-то моим творчеством уже слышали мою точку зрения на это я вообще не сторонник запретов я считаю что взрослый человек должен сам решать чем ему и как заниматься вот если он хочет там не знаю что-то выпивать пусть он выпивает если он хочет там ставить в беттинг пусть он ставит в беттинг вот если хочешь там смотреть на мордобой пусть смотрит на мордобой или там в нем участвует если это не нарушает чужих каких-то границ и чужие права что касается ставок я не рассматриваю это ну и наверное тоже много раз говорил что я не считаю что ставкой можно заработать денег вот поэтому люди которые там говорят что типа вот ставьте типа и зарабатывайте мне кажется это чуть такое лукавство ну типа тут правят фатум да может кто-то выиграть может кто-то не выиграть и аналитика в боях не работает вот уже много раз тоже убеждался в этом с другой стороны букмекеры тоже не знают кто выиграет кто проиграет поэтому мне кажется это довольно ну такой честный типа спор двух людей ну человека и какой-то компании и как развлечения мне кажется это прикольно но у тебя в ближайшем твоем окружении нет людей которые страдают лудоманией это печальные истории у меня в ближайшем окружении нет я знаю людей ну я знаю что такие люди есть лудомания это болезнь но опять же там мой аргумент состоит в том что там больше всего людей убивают кухонными ножами стоит ли их запретить из-за этого мне кажется что нет я говорю что запреты ну если запретить завтра беттинговой компании люди будут просто ставить нелегально то же самое было там сухим законом со всем остальным ну и то же самое сейчас наркотиками вот ну мне они нравятся люди которые там употребляют наркотики и да можно сказать в каком-то смысле этом наркофоб но при этом я понимаю что запрет наркотиков привел просто к тому что все это ушло в нелегальное поле и в итоге деньгами насыщается там мафия и все остальное если это сделать как-то закона за легализацию ну я за то чтобы да действительно был какие-то справку можно было получить лучше пусть это контролирует какой-то там один институт институт власти пусть у него будет так это не знаю условная монополия вот на вот это чем это будут какие-то криминальные авторитеты которым типа они совсем они не будут вообще никакую букву закон соблюдать и будут это делать так как им нравится вот и в итоге вот мы получаем то что получаем там какие-то граффити на улицах с призывом к употреблению наркотиков ссылками на наркошопы и прочее еще про беттинге ты же знаешь в казахстане сейчас какие настроения говорят что же есть даже законопроекты которые будут ужесточать их деятельность казахстане считаешь ли ты что это негативно скажется на индустрии нашей да ну во первых надо посмотреть что будет может быть и позитивно наоборот то есть если беттинг будет запрещен к показу например там на улицах на билбордах на каких-то то это для сферы хорошо потому что тогда все идет в интернет и в принципе интернет это основной какой-то двигатель для нашей сферы да для смешанных единоборств я не очень понимаю как постараются ну если захотят да как запретят там беттинг в интернете не знаю но я не знаю короче хочу посмотреть закон чтобы понять как это скажется но если это просто уйдет с улиц то в этом ничего плохого не вижу пусть это будет интернет наоборот тогда и больше денег в сферу пойдет ты вот сегодня нам рассказывал про наркотики да что у тебя даже была серия stories в инстаграм когда-то еще жил в питере ты фотографировал закладчиков снимал видео да и выкладывал их а была реакция какая-то от органов или это ты нет я никуда не подавал но я тоже просто статья наркотическая статья 228 228 по моему да 228 вроде она предусматривает очень большой срок и мне кажется что люди которые принимают наркотики они и так в беде принципе и то что потом этот человек сядет еще там не знаю на 4 может быть там даже за какую-то крупную там ну как крупно продавать наверное точно это плохо и людей которые продают надо надо наверное сажать все таки хотя не знаю но да надо сажать сто пудо тех кто продает и распространять но те кто принимают я точно уверен что их надо лечить их надо лечить да ну точнее им надо лечиться и не знаю как правильно это делать хотя у меня батя кстати нарколог вот я только хотела спросить наверняка ты много слышал страшных историй да да конечно и видел что он говорит наркомания лечится да ну вот много кейсов есть людей которые там вот отцу спустя там много лет после излечения звонят благодарят что они уже там не знаю 10 там 15 лет на чистые и лечится но очень сложно и это типа маленький процент поэтому да я к тому что тюрьма точно не вылечит наркомана хоть но может быть там окей тоже есть по любому кейсы когда тюрьма вылечил наркоман но это какой-то 001 процент в основном это наоборот еще и ухудшает ситуацию потому что в тюрьме наркотики достать тоже не так сложно как люди может казаться а ты сам употреблял что-то провокационный вопрос но я думаю что ничего не не думаю я ничего хуже травы нет не употреблял траву курил да пробовал мы против наркотиков да кстати полностью согласен с этим вот и да никому не советую вообще бурная молодость была молодость не знаю сложно сказать да такая временами такая времена такая но не бурная наверное давай кстати скажем сколько тебе лет потому что как ты говоришь я упал в чан со старостью но на самом деле ты молодой ну как молодой 33 года молодой солидный возраст да но мне кажется тоже вот возраст это такие вещи же ну ну внутренние ощущения да 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 внутренние ощущения ты внутренне себя насколько да не иногда вот начинаю брехтеть мне кто-то про это говорит мне даже как не все становится почему ты не считаешь себя журналистом ведь ты занимаешься по сути журналистской работой ты рассказываешь людям новости из мира и мы даешь какую-то свою аналитическую экспертную оценку этому ну блин я же новости это тоже не то чтобы рассказываю просто мне кажется журналист но от слова там вот во первых от снова журнал наверное я не пишу это уже какая-то архаичная вот я просто не пишущий журналист я раньше кстати писал может быть тогда еще можно было меня назвать но я сейчас я сейчас там какие-то статьи не пишу поэтому ну классическая журналистика нет что касается не знаю тоже какого-то ну ярлыков мне не очень это нравится потому что ну там для меня какие-то журналисты они либо сидят либо уже вы их убили там да померли они о чем-то важном рассказывает это какой-то развлекательный такой контент и мне кажется что журналистика в сфере развлечений это не журналистика типа блогер наверное какой-то спортивный журналист почему я не знаю ну я я узконаправленный я им про ему и рассказываю не знаю блогер какой-то мне нравится вот какой-то момент кто-то из бойцов просто сказал я не помню кто это был он что-то плохое сделал и когда я спрашиваю типа зачем ты сделал сказал по кайфу типа было вот так тебе по кайф мне по кайф то чем я занимаюсь просто ну мне что-то интересное я рассказываю об этом людям и все ну и получается это монетизировать еще лучше а так я не знаю мне кажется что журналистика это да какой-то там срыв покровов вот какие-то там расследования вот что то такое я этим не занимаюсь бывает что там ну под ковырну может быть но вот конкретно таким чем-то не занимаюсь и я не уверен что я готов там до свою жизнь отдавать ради какой-то там не знаю не какой-то радик правды там да вот чем мне кажется должен заниматься журналист плюс я не заканчивал ничего по журналистике поэтому я не могу себе по профессии называть журналистом просто обозреватель какой-то блогер мне кажется что журналист это что-то прикольное наш говоря о профессиональной этике сложно быть человеком который не гонится за трафиком но это нереально сейчас потому что ты монетизируешь просмотры на ю тубе для того чтобы просмотры были выше для того чтобы рекламодатели шли к тебе ты делаешь такие загоровки мы называем их кликбейтными которые заставляют человека нажать на кнопку и посмотреть я вообще ну пытаюсь на самом деле но на своем канале прямо от какой-то такой грязи я не знаю просто кликбейт у меня чуть тоже разнится да вот этот мнение по этому вопросу со многими авторами я кликбейт считаю какой-то ну заведомый обман типа написать то чего в ролике у тебя нету вот там написать что там пятиметровый кореец там дерется не знаю с кем-то с федором емеляенко у тебя в ролике нет пятиметрового кореец поэтому и ну я так не делаю я пытаюсь понятное дело самое интересное что мне кажется в моем ролике есть оттуда достать преобразовать это как в текстовый формат и сделать так чтобы это посмотрели я к своим роликам отношусь ответственно я всегда готовлюсь к интервью мне кажется я пытаюсь ну какие-то темы обсуждать которые еще не обсуждали до меня находить что-то новое я понимаю что это продать надо обязательно потому что ну я просто не смогу продать мне кажется я делаю хороший контент ну у многих может быть другое мнение но я считаю что у меня хорош контент но неплохой как минимум и его нужно продать потому что я никак людям ну люди не посмотрят просто то что я считаю хорошим если я как бы им не намекну что это смотреть надо поэтому да какие-то заголовки на уме кричащий но в никогда в них нету обмана типа либо там цитаты либо там то что мы обсуждаем иногда это ну в очень ярких тонах подано это правда но это все для того чтобы посмотрели за счет обертки то что внутри хорошо у нас разные понятия про кликбейт с тобой но почему ты не даешь например ролики вот наболевшая тема ммэй и бэйбис правил сейчас такая была большая дискуссия у нас в обществе об этом а ты не высказал я кстати хотел записать хотел записать с агенды камикеева вот но потом мы убрали уже вот этого министра и уже как-то ну и тема себя исчерпала так мы с ним договорились на интервью но во первых но если говорить там чисто юридически как-то да я я ну как бы имею статус человека который не гражданин этой страны поэтому мне кажется там в тот политически до законодательной истории мне вмешиваться не очень корректно будет это должны делать все таки местные даки то активисты и местные блогеры вот если бы что подобное в россии произошло то вообще я бы про это бы точно бы рассказал вот а что касается вот этой разницы ммэй бои без правил я не вижу в этом проблемы я просто вообще типа против запретов мне кажется запрет это неправильно они везут ведут только к вот какой-то мафизации да вот структуры если запретят сегодня бои то будет если запрещение ммэй то будет реально подпольные бои в которых не будет там наверное врачи еще чего-то не надо ничего запрещать надо просто как бы ну все это регулировать и надо делать так чтобы все это было правильно например тоже недавно и открыл для себя что в российских лигах очень мало кто из бойцов все страховки делают и потому что случаются страшные травмы я просто думаю как это вообще возможно чтобы человек который ну своей жизнью рискует был не застрахована хорошая тема тоже да я ее обсуждаю в интервью а просто люди там отписки пишут там не знаю распечатают на принтере никто не проверяет если такая страховая нет такой страховой вот но мне кажется вот это вот важно чтобы там не знаю государство оно как-то следило за тем чтобы люди в случае там ну каких-то травм получали помощи это важно вот чтобы ну то же самое там ты не можешь получить визу если у тебя нету страховки вот ну не знаю что то подобное бы тоже бы делал просто это ну сделала какую-то адекватную цену и мне кажется страховые компании они так не бедствуют вот вот это мне кажется важно а ты никогда не думал что ты как одно из направлений твоего будущего развития у тебя хорошая экспертиза непосредственно в индустрии у тебя большой опыт того как сделать медийным бойца ты видишь хорошие примеры видишь неудачные примеры какое-то агентство по продвижению бойцов тебе же наверняка обращаются ребята помоги там продвинуться да я даже нескольким помогал и нескольким тоже я когда у меня есть время я люблю такие методички писать вот все такое и есть боец один не буду называть его имя но он сейчас эти чемпион и он был не очень популярный и мне кажется что вот я ему написал методичку это план развития и в принципе я думаю что ему это помогло вот но он ко мне очень тепло относится после этого и я тоже вижу что он ну какие-то мои советы воспринял какие-то использовал и вот в итоге вот сейчас чемпионом является крупной организации хороший кейс да но на это время надо тратить а я понимаю что сейчас вот ну у меня получается делать это и мне это нравится а так так я получается буду там до кем-то серым кардиналом я буду работать на кого-то мне нравится на себя работать и это наверное сложно но это прикольная история то есть вообще мне это нравится но у меня слишком мало часов в сутках чтобы этим заниматься а так это прикольная история а ты эффективен вот время свой эффективно используешь нет сто процентов нет и я не знаю как с ним бороться но мне кажется что то у меня всё равно какой-то там, опять возвращаясь к энергии, энергетический запас, он у всех людей, наверное, конечен. То есть бывает такое, что я себя ловлю на мысли, что, например, час туплю в Ютубе, например, что-то смотрю такое. Это меня прям печалит. Но я не знаю, просто вот в это время у меня ни силы нету, не знаю, ни мотивации какой-то. И вот часто такое бывает как раз, не знаю, до 9 вечера. А вот потом я раз, как просыпаюсь и начинаю, короче, фигарить. А ты подзаряжаешься от каких вещей? От любимой жены. Да, жена очень люблю. Нет, ну да, но самое, наверное, важное для человека, я это стопудово понимаю, это сон. Надо хорошо спать. И вот у меня с этим чуть проблемы бывают. Из-за того, что я поздно ложусь, вставать надо рано. Я бывает вот не высыпаюсь. Но каждый раз, как я высыпаюсь, я прям себя чувствую очень хорошо. У меня бабушка в своё время говорила, когда жива была. Тоже очень люблю свою бабулю. Она меня всегда учила, если у тебя какая-то проблема, ложись спать. И, блин, настолько это вот совет, который... А ты засыпаешь, вот если у тебя нет мыслей длинного? Да, я быстро очень засыпаю. Быстро засыпаю. Если ноги, вот у меня носочки одеть, если ноги в тепле, не серьезно это работает. Как бы это странно не звучало, если у тебя ноги в тепле, то ты быстро засыпаешь. Ты рассказывал историю про те работы, которыми ты гордишься. Расскажи про то, как ты... Ну, вот ты говоришь, что расследовательская журналистика, это люди, которые занимаются действительно полезным делом. Но я знаю, что у тебя есть тоже работа. Она почти расследовательская. А это какая? Какая? Когда, помнишь, вышел один из бойцов. А, ё-моё, про ММА «Казах против Люцифера». Да, я просто даже забыл уже, о чём я рассказывал. Я дам чуть-чуть контекста. Я как-то у Михаила спросила. Миш, а есть какие-то вещи, работы твои, журналистские? Нет, окей, не журналистские. То, что ты делал, чем ты гордишься? И ты рассказал мне эту историю. Да, здоровская история была. Но о ней, на самом деле, ММА-сообщество слышал много. И вот история смешная. Боец есть Михаил Крабков. Он дрался на турнире «Донской атаман». И там он вышел под песню «Коррозия металла» «Мой король Люцифер». И он победил в бою. Ну, там бой был, на самом деле, такой. Кость-кость, в принципе. Но Михаил лучше выглядел. На самом деле, я думаю, что если кто-то пересмотрит, могут сказать, что и его соперник победил. Но, на мой взгляд, да, какой-то такой профанский. Потому что столько, на самом деле, вот сейчас мы тоже в дебри можем уйти, столько равных боев, что даже в Найзе в последнее время обсуждаются, что и в других лигах. Система исчисления баллов в ММА, она такая, пластичная достаточно. Но, на мой взгляд, вот Михаил Крабков выиграл. Ну, важно даже не это, а то, что в конце, когда должны были вручить пояс, организатор этого турнира, он не дал пояс Михаилу Крабкову, взял микрофон и сказал одно, что он не дает этот пояс, потому что боец вышел под песню, которая прославляет Люцифера. И за это нельзя давать титул. И я сделал ролик, вот, в поддержку Михаила Крабкова. Сделал там, да, такой небольшой ресерч, расследование по поводу вот человека, который владеет вот этой промоутерской компанией, или не знаю как, «Донской атаман». И оказалось, что у него есть сеть своих магазинов, «Пивной рай» называется. Ну, там очень, на самом деле, все смешно закрутилось. И сам Михаил Крабков очень классный парень. И да, эта работа, она смешная. И просто, на самом деле, такая курьезная. Слушай, а была какая-то реакция от этого человека? Я не помню, если честно, как его зовут, к сожалению. Но мы с ним виделись, да, на турнирах. Он делал даже совместный турнир с «Файт Найтс». Виделись, да, ну, ничего такого. Именно при личной встрече ничего не было. Но, наверное, когда он этот ролик смотрел, плохими словами меня вспоминал. Вот. Я могу сказать одно. Я могу сказать одно. Я рад, что этот бой уходит в «Файт» в Москву. Я могу сказать одно вам сейчас. Вы можете кричать, можете показывать некультурное поведение. Это лицо. Вопросы в нем. Я могу сказать одно. Я могу сказать вам одно. Я могу вам сказать одно. Этот человек, который вышел из клуба арта сейчас, вышел под музыку «Мой король Люцифер». Ничего. Ничего. Завтра мы выйдем под музыку «Мой король Чихотиро», «Мой король Гитлер», «Мой король еще». Я могу сказать одно. 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 Не за это умирали мои предцы. И вот мои друзья-борцы поддерживают меня, чтобы у нас проставляли сатану и выходили под эту песню. Есть вещи по-моему, с ней поясок. Еще знаю историю твою о том, что плохими словами... Ну, то есть тебе угрожали? Да, бывало. И угрожали серьезные люди? Да разные. Ну, разные бывало, да. А ты снимал когда-нибудь видео, когда тебе звонили, говорили, убери? Нет. Я на самом деле... Вот чем плохой... Я в последнее время пользуюсь айфоном. И чем плохой телефон, что нет хорошей на него программы бесплатной, которая бы записывала мои звонки. Потому что до этого я был человеком, которого не так много было денег, на айфон не хватало. И я пользуюсь андроидом. И там очень много хорошего софта, который записывает твои звонки. У меня он стоял, и у меня есть там пару веселых звонков, которые просто мне там откуда-то звонили. Но это вообще больше по строительству. Мне один раз это помогло очень сильно. И по другим работам мне помогало, когда мне человек там что-то одно говорит по телефону, а потом, когда там смотрим на какие-то прения в договоре, оказывалось, что там в договоре что-то другое. И запись телефонных звонков помогала. А вот как только у меня появился айфон, вот, да, такая плохая реклама. В принципе, там хорошая камера, да, и ничего не лагает, но вот записи разговоров там нет. Но у меня есть скрины всяких переписок, на самом деле, веселых. Вот когда мне угрожали, там обещали мне что-то сделать физически. Но до дела не доходило. И я тоже, наверное, не из тех людей, которые какие-то, ну, любят прям, говорю, вот, подковырнуть какие-то темы. Я, в принципе, иногда пытаюсь что-то такое делать, но, не знаю, не всегда получается, может быть, качественно, интересно. Просто есть мои коллеги, которым там намного серьезнее угрожали, чем мне. Поэтому мой пример, наверное, в этом вопросе не самый такой интересный будет. Ну, у тебя есть еще интервью с Минеевым, да, по-моему? Когда он прям на тебя так, ну, я бы сказала, наседал жестко. Ну, еще, наверное, тоже важно, что когда я, ну, начинал все это делать, вот с Владимиром Минеевым тоже у нас довольно старое интервью, я еще сам тогда тренировался, и, в принципе, тоже был, ну, не то чтобы там горячим каким-то таким парнем, но я в зал ходил постоянно и в форме был. Ну, ты дерзко отвечал ему. Да, да, ну, я тогда и не боялся, ну, боец, боец. Ну, что он мне там, максимум меня побьет, а как бы когда ты занимаешься, не то чтобы страшно, чтобы тебе там, ну, физическая боль не так страшна, как, наверное, сейчас, когда вот я уже несколько лет в зал не хожу и уже сейчас не помню, да, вот каково это, когда тебя бьют. Поэтому сейчас, вот, может быть, чуть не... Повторили бы, если разговор, ты бы уже... Да нет, конечно же, я бы отвечал бы нормально. Но тогда вообще было не страшно, потому что, собственно, и я был, да, в другом чуть качестве. А так, не знаю. Ну, и опять же, физическое больше не такая, наверное, страшно. Ну, и если не заходить, да, в какие-то дебри ужасные. Просто то, что условно тебя побьют, это не так плохо. Ты боец? Ну, я журналист. А я боец. Ну, и что? Я, мне кажется, я лучше знаю. А, ты типа говоришь больше, да, гонорар, чем хочешь? Я типа лучше знаю, как они говорят. Ну, я поспорил с этим, просто я отобщаюсь с большим количеством бойцов. А я типа один такой сам с собой общаюсь, да? Ну, да, с друзьями, может быть. Сам с собой, блядь. Может, сам с собой. Тихо сам с собой, левую руку. Ладно, давай закроем эту тему. А ты такой журналист, типа тебе все правду говорят. Нет, кто-то. Журналист, мне надо исповедоваться перед тобой. Ты журналист, тебе правду надо сказать. Это как в поезде, знаешь, когда идешь в поезде с попутчиком. То же самое мне многие доверяют. Ладно, я просто многое не вскрываю. Мне кажется, что ты такой поезд, который никуда идет. Ну, взгляд, взгляд. Поезд журналистик. Есть ли вещи, о которых ты никогда не будешь спрашивать бойцов? Считаешь ли ты, что есть какие-то здесь границы, самоцензура? Нет, мне кажется, нет. Ну, опять же, наверное, в силу каких-то там, ну, моей иногда там, да, застенчивость какой-то. Хоть, ну, может быть, кажется, что мне просто обо всем спрашивать. Иногда есть такие вопросы, о которых сложно спрашивать. Например, там, не знаю, условно, о смерти каких-то близких или кого-то. Но если, опять же, это важная тема, то ее глупо не спросить. Бывают вопросы, которые мне тяжело спросить, да, которые тяжело задать вопросы. Спросить вопрос нельзя говорить. У меня постоянно, вот, кстати, мой очень хороший друг, тоже Коля Сотников, ругает за то, что я говорю спросить вопрос. Вот, да, нужно задавать любые вопросы. Я вообще считаю, вот, здесь такое тоже распространенное комментарии пишут, типа, это глупый вопрос. Я считаю, что глупых вопросов не бывает. Бывают плохие вопросы, окей, но вопрос, он сам по себе подразумевает глупость. Это то, чего ты не знаешь, и ты это задаешь. Есть какая-то презумпция знания, как будто бы у журналиста, но на самом деле это не то. Да, глупых вопросов не бывает от слова совсем. Бывают плохие вопросы, бывают хорошие, но глупых не бывает. Поэтому надо, ну, задавать любые вопросы. Не знаю, наверное, может быть, типа, о личной жизни что-то. Ну, чисто для прикола, наверное, нет. А если это имеет значение какое-то, то, наверное, это надо, ну, этот вопрос задавать. Но я не думаю, что вот есть какие-то там вопросы, которые нельзя обсуждать. Мне кажется, любые вопросы можно обсуждать, если это публичная личность, если с этим вопросом как-то связано и его, или ее существование. Можно ли дружить? Есть ли у тебя друзья среди бойцов, которые там, ну, которых, да, считаешь друзьями? Нет. Друзей нет. Есть товарищи. Есть Артем. Да, вот Артем Резников. Ну, я не могу назвать его другом. То есть, вот тоже, я не знаю, что люди представляют. Вот, кто-то даже там пишет там в комментариях, вы вместе живете что-нибудь типа такое, что там на кухне записываете интервью. Ну, в комментариях такое, да, можно увидеть. Но даже такого нету, что мы, например, там с Артем можем пойти, не знаю, погулять условно. Я могу там с какими-то друзьями пойти или там где-то встретиться. У нас, ну, у меня к нему хорошее очень отношение, потому что он, ну, можно сказать так, исключительный боец, который готов разговаривать на все темы, никогда там не стесняется, да, каких-то тем и всегда готов говорить. Это тоже очень важно. И я за это его очень уважаю, за его профессиональные качества. Но такое, чтобы мы типа друзья, нет, мы не друзья. У меня не так много друзей по жизни, там, не знаю, на пальцах одной руки, наверное, можно пересчитать. Вот там люди, с которыми я хочу там поделиться переживаниями, не знаю, там, поделиться радостями. Вот это, для меня это друзья, там люди такие. А Артем очень хороший парень, профессионал своего дела, вот, мой товарищ. А ты веришь в то, что друзей можно приобрести, вот, ну, не только в возрасте, в юношеском или, там, в студенчестве, но и уже будучи взрослым человеком? Ну, я же вот, не знаю, я просто, я могу себя назвать взрослым, да, 33 года? Я не знаю. В принципе, все основные мои друзья, они с университета пошли. Но и по моей профессиональной деятельности тоже вот мой очень близкий друг, человек, который со мной делает мой канал, мы с ним виделись в жизни, не знаю, реально там, ну, около 10 раз все, вот в жизни виделись с ним. А это вот мой, ну, один из лучших друзей. Это не просто коллега, но именно друг? Да, да, вообще, мы же не начинали, проект Вестника Мэй не начинался никогда, ну, не как работа. Просто это было то, что мы делали по кайфу, просто для прикола делали. Мы вначале не монетизировали ничего. У нас были какие-то идеи, потом мы поняли, что это невозможно делать. Вот, ну, вот, наверное, в силу того, что, ну, молодые были, да, и глупые. Хотя, на самом деле, я даже сейчас понимаю, что если бы еще тогда я начал бы монетизировать как-то вот свой канал, то, в принципе, бы хорошие деньги заработал на этом. Поэтому мы все это начинали просто как какой-то фановый проект. И сейчас к нему, на самом деле, примерно так же я отношусь. Но все равно это твой основной источник дохода сейчас. Да, но... Но это самый кайф, когда ты делаешь то, что нравится, еще и за это тебе деньги платят. Счастливый человек. Я, в принципе, в какой-то момент вообще жизни понял, что, ну, если, условно, там, потеряю канал, не знаю, вообще уйду из ММА, то я, ну, не потеряюсь как бы по жизни. У меня, во-первых, скиллы есть всякие разные, тоже из разных сфер. У меня есть второе высшее образование. Поэтому, ну, я не потеряюсь. Но мне просто это нравится, и круто, что это мне приносит деньги. Если не приносило бы, я все равно бы это делал. Потому что очень долго я вкладывал. Вот, не знаю, там, 90-80% поездок раньше. Я сейчас тоже немножко все реконструировал на канале. Но раньше мы постоянно ездили на разные турниры, в разные города, даже в разные страны. И все поездки оплачивал я сам. То есть ты платишь, там, за билеты, за оператора с собой. Сейчас можно уже по скайпу позвонить. Вот, конечно, в этом плане мне очень сильно помогла пандемия, потому что я понял, что можно работать, не выходя из дома. Раньше у меня не было этого понимания. Я вообще считал как-то это зазорным по скайпу кому-то звонить, когда можно приехать, там, в зал, поставить камеры. А сейчас я понимаю, что это все уже тоже, ну, такой атовизм немножко. Самое главное – это информация, а не то, как ты ее подаешь. Так что, ну, не знаю, я уже вообще вопрос забыл. Слушай, вот, а я вот к твоей фразе сейчас прицеплюсь. Самое главное – информация не то, как ты подаешь. Но то, как ты подаешь, иногда тоже важно. Это соус, да, который, собственно, придает вкус основному блюду. И если возвращаемся к Артему, твоему любимому. Недавно произошла вот эта история со Шлеменко, и выступил Артем на твоем канале, и получилось как будто бы на… ну, я читала в комментариях, честно, глубоко не вникала в историю конфликта, но я поняла, что Артем как будто вызвал на себя волну негатива и отрицательных негативных комментариев. И мне кажется, что здесь не последняя роль твоя, что ты как-то как будто бы предоставил площадку. Не могу сказать, что подтолкнул его к этому, но, может быть, даже не спровоцировал. Ну, в общем, здесь твоя роль очевидна. Или ты просто даешь площадку для этого? Не все так просто, мне кажется. Во-первых, ну, если бы, условно, не я бы дал площадку, то кто-то другой. Ну, ты же мог Артему как своему товарищу посоветовать быть менее таким категоричным? Сложно сказать. Во-первых, я бы не стал говорить, что Артем меня слушает, потому что мы не… ну, реально, я для него не авторитет. Думаю, все-таки авторитет в какой-то мере. Мне кажется, что все-таки нет. Я не думаю, что вот я ему скажу какой-то совет, и он к нему прислушается. Ну, он, конечно, его услышит, но я для него, не знаю, не старший какой-то, да, вот популярного числова старший. Но все равно ты же в медийной сфере эксперт. Я, в принципе, я Артему говорил, я не оспариваю позицию, я просто говорил про то, что когда ты с такой величиной, да, пытаешься бодаться, как Александр Шлеменко, то очевидно, что комментарии и вообще, да, вот, скажем так, мнение толпы, оно будет на стороне большего авторитета. Это Александр Шлеменко. Но что касается позиции, я считаю, что если ты имеешь какую-то позицию, то, ну, не мое, как бы, да, дело запрещать тебе о ней говорить, ее высказывать, если эта позиция не нарушает каких-то законов. Вот, поэтому... Ты не жалеешь. Я не жалею, нет. Ну, и я бы, ну, если бы меня бы Артем бы спросил бы совет какой-то вот сейчас, как относиться к комментаторам, да, плохим, я бы сказал бы, ну, никак не относиться, потому что, ну, во-первых, ты вызываешь людей эмоции, это очень здорово. Во-вторых, ну, твое имя, да, его упоминание, там, кратно возросло после всех этих историй. Поэтому, ну, ему остается только сейчас, там, победить на АЭСе, и, там, 50, как минимум, процентов тех, кто сейчас против него, они станут за него. И вообще, вот, на самом деле, я не знаю просто, как в других сферах, потому что я все-таки ММА обозреваю, но если говорить про зрителей ММА, это очень токсичные ребята, вот, очень такие злые, но при этом, как бы, они очень, не знаю даже, вот, какое правильное слово сказать, из-за того, что они злые и токсичные, они очень много выдают, вот, какого-то трафика и свои реакции, очень эмоциональные, да, какие-то, вот это тоже, да, какая-то палка о двух концах. Поэтому ничего плохого не вижу в том, что люди пишут плохо, потому что, ну, про меня тоже часто плохо пишут. Вот, я, наоборот, к этому отношусь хорошо, что вот у людей есть время на то, чтобы написать что-то плохое, и это время они тратят на меня, это здорово, вот. Ну, круче, конечно, когда пишут хорошее, но выбирая из того, будут писать тебе плохо, или от тебя ничего не будут писать, надо выбирать то, чтобы от тебя писали плохо. Мне кажется, ты не просто к этому относишься, мой субъективный взгляд на твою реакцию в комментариях, ты еще и дальше их провоцируешь. Ты не просто там промолчишь и прочитаешь, ты очень часто подкидываешь дровишек в этот огонь. Зачем? Бывают, не знаю, для прикола. Не знаю, это весело. Весело? Мне нравится, да, иногда вот переписываются. Во-первых, да, я читаю практически все комментарии. И мне порой тоже вот кажется, я не верю, да, в какую-то эзотерику, но, в принципе, какая-то энергетика людей, мне кажется, она меня чуть подпитывает. Когда я говорю, вижу, что у людей столько эмоций через край льется, и они потратят свое время на то, чтобы эти эмоции вылить на моем канале, мне вот хочется с ними поддержать какой-то диалог, даже в негативном ключе это весело. То есть негативная энергия тебя тоже подпитывает в хорошем плане? Да, да, да я не уверен, что вот есть именно типа негативная, позитивная энергия. Просто вот, да, есть энергия какая-то. Просто, ну, опять же, да, там, наверное, отличаются там комментарии, типа, все, типа, у тебя все видео хорошо, ты молодец, и не знаю, а что на это ответишь? Типа, спасибо, вот, и лайк поставишь. А когда пишут, там, да ты, типа, иди, там, поучись, там это, я бы лучше бы сделал. Ну, что-то такое, короче, прикольное, на что ответить можно. Я просто не знаю, как отвечать на что-то хорошее, только спасибо знаю, что можно сказать, потому что, ну, у меня реально цена поддержки тех, кто мой канал смотрит и его любит. Но просто хейтерам можно как-то интереснее ответить. Да, но есть же конструктивная критика, есть просто откровенные хейтеры, троллики. Я часто вижу, например, под твоими вообще рандомными видео такой комментарий. Миша же атеист. Что это? Ну, во-первых, ты не скрываешь, да, свою позицию? Просто об этом писать под каждым видео, ну, какая-то... И ты пытался этому человеку уже что-то еще отвечать? Я не знаю, зачем. Мне кажется, тоже вот про какие-то твои духовные убеждения смысл спорить. Не знаю, если кто-то будет там, ну, осуждать или обижать позицию отсутствия Бога, то я не против. Ну, меня это не обижает, никак не трогает. Но при этом я никому не собираюсь доказывать, что Бога нет. Тоже, если людям нравится верить во что-то, я только за. И если это не трогает никого другого, и если они не пытаются там на какой-то религиозной почве кому-то причинять какой-то вред, вот, то я только за. Мне кажется, многим людям даже полезна религия. А как тебе удается сохранять и удается ли сохранять вот такой нейтралитет? Потому что, ну, это сфера все-таки таких противостояний и в клетке, и за клеткой, и трэштока. Ты, ну, вот над этой всей схваткой или ты все-таки в душе кому-то симпатизируешь? Ну, или, ну, может быть, неправильное слово симпатизируешь, считаешь, что кто-то сильнее, правильнее говорит в этой ситуации, но держишь нейтралитет? Нет, ну, ты скажешь неправильное слово «душа». Да я не знаю, вот, может быть, просто у меня тоже профдеформация изначально. Ну, понятное дело, во-первых, я секундировал ребят тоже, когда они выступали. И там кого-то секундировал, из другой команды я тоже кого-то, например, там знаю, и сложно уже тогда там, да, разделиться. Просто на любительских соревнованиях борются тоже твои какие-то вообще там однокомандники, да, спарень-партнеры. Но что касается ММА профессионального, я это не рассматриваю, я не рассматриваю поражение как вот, ну, все, типа, и не рассматриваю победу как, типа, все. Я рассматриваю вообще там сейчас поединок как просто вот какую-то интересную, да, историю. Поэтому я не против того, чтобы кто-то проигрывал, чтобы кто-то выигрывал. Конечно, иногда хочется, чтобы там, да, там, герой, вот, например, если рассмотреть историю с Артемом, понятное дело, что мне выгоднее, чтобы он побеждал, потому что там будет больше просмотров, да, и он часто на моем канале появляется. С другой стороны, у меня Эдуард Вартанян тоже появляется часто на канале, поэтому... Ну, не чаще Артема. Не чаще Артема, нет. Ну, мы с Артемом живем, мы на одной улице живем, вот. Не на одной кухне, но на одной улице. Да, на одной улице. И реально-то случайно получилось, вот, но... Ну, не знаю. Хорошая история, серьезно. И он, кстати, же купил квартиру, скоро переедет. Ну, и подальше от тебя уже. Да, поэтому мы больше не будем жить на одной улице. Меньше интервью на канале Вестникова. Да, я к тому, что я не вижу там в поражении что-то прям плохого. И вот тоже кейс Артема. Вот он проиграл Эдуарду Вартаняну, и мне казалось, что с точки зрения медийности у него из-за этого будут проблемы какие-то. Но я удивился, потому что что-то случилось с фанатами ММА. Очень много поддержки было, очень много. И это очень круто. То же самое сейчас с Григорием Пономарев. Сломал ногу, там страшная прям такая травма. И вместо того, чтобы его там захейтить, люди, наоборот, ему столько поддержки отправляют. Это очень радует. Ты думаешь, это меняется сознание, или это единичный кейс? Не знаю. Вот это странно. Вот это прям два близких кейса по времени. И я сам не понимаю, почему так. При этом все равно я смотрю там комментарии какие-то другие. Вот сейчас, например, там ситуация Артема и Александра. И хейтов. Хейтов очень много. Там, ну, пишут там вещи вообще. Там вот просто, не знаю, некрасивых, да ужасных каких-то вещей. Но при этом вот смотришь раз, какая-то чуть другая ситуация поворачивается, и люди, наоборот, показывают свое какое-то сострадание. Интересно. Ты как будто всегда на таком позитиве внутреннем. Там никакие проблемы, ну, слава богу, что не было таких серьёзных за этот год, но какие-то даже вот бытовые какие-то рабочие моменты, которые остальных людей могут выбить из калии, там, ну, не то чтобы там в депрессию вогнать, но расстраивают. Где-то что-то не получается. Слетели сроки, слетели там планы какие-то, не исполняются ни по твоей вине. Тебя это никогда не задевает. И вот это к тому, что здоровая психика, да, то есть ты всегда находишься в таком балансе. И, ну, неужели тебя правда так сложно вывести, какие-то вот раскачать из этого внутреннего состояния? Слишком далеко завернуло вопрос, но он к тому, что вот люди находят стержень там и отдушину, опору в боге. Ты атеист, ты вот эту опору в сложной ситуации, где находишь? Не знаю. Ну, я просто говорю, что, во-первых, есть проблемы, да, которые там лично мои какие-то косяки, они меня, конечно, расстраивают точно. Или что связано с моей деятельностью, я не могу сказать, что я не расстраиваюсь. Не, я расстраиваюсь просто. Я понимаю, что есть там условно спектр проблем, которых можно решить, и лучше я потрачу, да, свое время расстройства на их решение. Вот, а есть, которые там не в моей компетенции, если кто-то действительно болеет, особенно из родных, если кто-то, ну, тоже что-то плохое случается, и что не в сфере, там, моей компетенции, то это, да, это проблема, но я, опять же, не могу ее решить. И тут тоже так получается, что, ну, в любом случае, я либо на что-то могу повлиять, тогда лучше я буду на это влиять, чем расстраиваться, либо я на что-то не могу повлиять, тогда что мне расстраиваться тоже. Ну, я как бы расстраиваюсь, конечно, но я понимаю, что, ну, бессмысленно мне расстраиваться. Ну, понятное дело, что там в тебе и сердце, говорит, да, и мозг, вот. Но и в этом плане хорошо, что у меня такое частое общение с самим собой происходит. И вот я сам себе говорю, что там не надо, вот чувствам, да, очень сильно не надо там доверять чувствам, вот. Надо больше все анализировать, пытаться и через голову точно, даже все чувства пытаться проводить через голову, и тогда чуть полегче становится. А так, нет, я конечно расстраиваюсь, когда что-то не получается, я расстраиваюсь. Ну и проблем как раз поиском их решений. Я тебя еще никогда злым не видела. Ты злишься вообще когда-то? Прям вот выходишь из тебя? Да, редко. Реально, я так не помню даже особо. Нет. Вот когда я тренировался, типа да, когда там борешься, что-то не получается, да, наверное, злишься, но нет, в принципе, я тоже просто не очень понимаю там. Зачем злиться? Я не понимаю смысла этой эмоции, я серьезно. Она просто ничего не дает точно хорошего. Вот я лучше посмеюсь там. Ну я бывает тут, например, расстраиваюсь, там в квизы мы играем, я проиграю. Конечно, я расстраиваюсь, но я не знаю. А что с этим сделаешь? Проиграл, проиграл. Злюсь бывает, но я говорю опять же, вот меня, я не думаю, что вот как меня не может там на эмоции вывести кто-то, кроме, не знаю, членов моей семьи. Вот если у них какие-то проблемы, если там у них какие-то ко мне вопросы, да, тогда вот, да, может что-то такое получится. Ну и я к такому пытаюсь не подводить. Вот, ну, может быть, да, вот что-то подобное может быть. Так, не знаю, да пытаюсь не злиться. Ты сказал про квиз, и мне кажется, это вот, ну, именно та точка твоей уязвимости. Мне кажется, ты очень не любишь проигрывать и не очень любишь, ну, то есть любишь конкуренцию, но вот это то место, где тебя можно задеть, да? Нет. Если бы я не любил бы проигрывать, я бы не ходил бы на квиз, потому что... Ну ты всегда так заводишься, и для тебя это все прям серьезно. Я не знаю, мне кажется, тоже, ну, в серьезности, конечно, чуть преувеличено, но я, да, очень люблю квизы. Люблю просто, когда вот голова... На квизах прям ты ощущаешь, как у тебя вот механизмы в голове какие-то двигаются, когда что-то вспоминаешь интересное, или когда ты, наоборот, не вспоминаешь и понимаешь, что это в голове у тебя лежало. Это очень здорово. Мне нравятся квизы. Ну, нет, я, понятное дело, что я расстраиваюсь, когда мы проигрываем, но если бы я реально бы расстраивался, я бы не ходил бы на квизы, а я пытаюсь каждый день уходить. А ты расстраиваешься, когда кто-то украл какой-то эксклюзив твой, но конкуренция в профессиональной сфере тебя задевает? Украл, наверное, нет. Меня задевает больше всего. У меня было несколько таких ситуаций. Вот, кстати, мы вспоминали Михаила Коробкова и историю про ММА Казаха, который склеснулся с любителем сфера. И вот одновременно, даже нет, я записал это интервью, а через сутки, по-моему, его записал Александр Лютиков. Но суть в том, что я, как человек, который там много каких-то дел параллельно делает, я думаю, ну, записал, выложу это, не знаю, через неделю. Я вот записал, проходит, типа, день, и на следующий день уходит вот у Александра. Я тогда понимаю, я злюсь на себя, почему я это не взял и не выложил. Или было то же самое, что в Петербург приехал Хамзат Чумаев. И я приехал в гостиницу, где он жил. И мы с ним, ну, визуально-то знакомы. Ну, и по интернету знакомы. Мы поздоровались, там был еще один журналист, тогда назывался, по-моему, «Спорт-24». Я не знаю, может быть, тогда чуть по-другому их канал назывался. Вот. И Хамзат говорит, давай, типа, Миш, запишем. Мы записали. Потом мой коллега подходит к нему, он тоже был в этой гостинице. Он говорит, давай, Хамзат запишем. Он говорит, не, брат, типа, у меня нет времени, я уезжаю. Все, он уехал. Ну, ко мне подошел Иван. И такой, говорит, блин, так шалко. Типа, ты записал, я не записал. Я говорю, да что ты расстраиваешься. Ну, говорю, потом запишешь. Он говорит, нет, у меня, типа, там будут проблемы, короче, с редакцией совсем. Я говорю, ну, сори, я не виноват, что ты не записал. Ну, он все, короче, говорит, я останусь, говорит, ждать его в гостинице. А Хамзат еще такой сказал, типа, я, типа, уезжаю, может быть, ночью вернусь, может, не вернусь. Он говорит, буду, типа, всю ночь его ждать до утра. Я прихожу домой, у меня есть интервью с Камзатом Чумаевым, думаю, зачем я буду его сейчас выкладывать, если я могу выложить его завтра. Я сейчас, типа, встречусь с кем-то из друзей, там еще, не знаю, какими-то делами займусь. Короче, с утра выходит интервью с Камзатом Чумаевым. Ваня ждал до 6 утра его в гостинице. Тогда, не знаю, я записал, типа, в 8 вечера. Ну, условно, вот в лобе отеля до 6 утра ждал, дождался и выложил раньше меня. Я такой думаю, почему я не выложил, я не знаю. И, короче, сейчас, каждый раз, когда я что-то записываю, я такой... Сразу выкладываешь? Нет, сразу меня, конечно, не... Ну, я, как бы, это в голове держу, что, чем быстрее я это выложу, тем лучше. Что, типа, ну, ждать вообще нет смысла никакого. Вот, и, как говорят, там, спешка хороша, типа, только при ловле блох, это неправда. Вообще она хороша. Ты можешь назвать бой, который тебя... Ну, который ты запомнил и который тебя поразил, может быть, какие-то необычные для тебя эмоции вызвал? Не знаю. Ну, бойцов, скорее, вот, как я рассказывал раньше, вот, боец Тенк Эббот, у него, в принципе, история жизни очень интересная. И бои у него тоже, как первые бои на UFC, начиная с UFC 6, у него очень такие драматичные, крутые были. Также, вот, из какой-то новой такой школы, в принципе, вот, Джастин Гейджи, не сейчас, а раньше, когда он еще выступал в WSF, мне очень нравилась его история, тоже жизненная, и то, как он бои свои проводил. То есть, он все на концы доставил. Там, Юэль Ромер тоже мне нравился, вот, так. Из российских бойцов-то я все говорю, да, про американцев. Прям, не знаю, каких-то таких драматичных, ну, историй не было. Вот, кстати, Шарапудин Магомедов, Шара Буллет, мне тоже нравится очень у него история, вот, сейчас вспомнил. И, хоть я сам борец, но, вот, мне как-то истории ударников, они прям интереснее кажутся. И вот, если у него сейчас все получится в UFC, то, мне кажется, прям, ну, голливудская история, реально. Человек, ну, чуть не потерял зрение, из самых низов поднялся, просто верил, да, в какую-то свою мечту, и, ну, если у него в UFC получится, ну, вот, спокойно можно снимать фильм. Еще и внешность такая у него необычная. Миш, я тебя спросила про твою позицию относительно нейтралитета, да, который ты занимаешь. Этот же вопрос, но теперь по отношению к лигам. Ты в Казахстане, сколько год уже, да, ты работаешь с лигой Найза, но, тем не менее, мне кажется, что тебе удается сохранять некий нейтралитет, интерес и взаимодействовать органично с другими лигами. Расскажи, в чем секрет и какая твоя в этом позиция? Ну, я думаю, тоже те, кто смотрят за моим творчеством, те поспорят, потому что, ну, если Аслан Бег Бадаев будет смотреть это интервью, он скажет, нет никакого нейтралитета, Миша постоянно. Ты все время говоришь только про Найзу? Хейтит. Нет, хейтит Айсей. А, да, а про Найзу хорошо говоришь. А Найзу не хейтит. Да, да. Это я понял. Или там будет смотреть ММА серия, и они вообще скажут, типа, не Амиш, против нас постоянно. И хорошо относятся к Казахстану, кто там живет. Но ты точно хорошо относишься к октагуну? Я не слышала критики особой в адрес. Да я не знаю, нет, но опять же, а что, ну, понимать под критикой? Если что-то случается, ну, про это стоит рассказать, да, что-то, ну, такое. Просто когда, конечно, ну, очевидно, когда ты работаешь в какой-то организации, да, ты видишь, ну, например, там слетает какой-то бой, то люди говорят, что во всем виновата лига. Но когда ты изнутри чуть это смотришь и общаешься с матчмейкером, то ты понимаешь, что там не все так просто в этом вопросе. Но если есть какие-то прям, ну, вопиющие, да, ситуации, то, ну, я не знаю, мне кажется, просто не очень правильно там нейтралитет оставлять. Про это стоит рассказать. Вот, ну, в принципе, я пытаюсь так делать. Ты можешь назвать какой-то свой антирейтинг бойцов, с которыми тебе, ну, просто неинтересно разговаривать? Ну, я не буду называть имена, потому что я думаю, что ребята обидятся сто процентов. Но таких бойцов много. И вот такая основная у них проблема, что просто, ну, родились скучными, условно они. Я не знаю, что с этим можно сделать. Можно просто, как бы, да, набивать руку в интервью, больше записывать, и это всем стоит делать, если есть такая возможность. Но, опять же, если ты скучный и неинтересный, то маловероятно, что что-то тебя сделает там прикольным и интересным. Вот у тебя должна быть харизма, она не всем бойцам дана. И, опять же, я сильно расстраиваюсь, что я вижу какой-то огромный потенциал бойцовский в ком-то из ребят, но при этом вообще не вижу потенциала в нем медийного. Хотя, с другой стороны, есть примеры людей, которые не говорят, но при этом стали там суперпопулярны. Вот Фёдор Емельяненко, например, практически не говорящий боец, но боец с образом. С другой стороны, просто тихонь, не так актуально, да, и не так востребовано, как говорящие ребята. Но в любом случае, ну, как бы, в 21 веке, мне кажется, ты должен уметь и говорить, и драться. Если ты чего-то из этого не умеешь делать, то, скорее всего, звездой ты не станешь. Ожидаемый вопрос про поп ММА. Ты не пишешь про эти бои? Ну, очень редко. Если эти бои связаны именно с ММА, в ключе, то есть, да, там какой-то боец с ММА перешел в поп ММА, или какой-то боец с поп ММА перешел в ММА, что редко, кстати, очень бывает, то да, о таком я могу написать и рассказать, а так нет, ну, практически не пишу. Ну, и не записываю ничего про поп ММА. Хотя я, опять же, считаю тоже это своим каким-то упущением. Вот ты говорила про то, что там, да, какие-то вот заголовки. Мне кажется, что человек, который делает какой-то контент, он должен, ну, там моя позиция, что надо, чтобы в первую очередь это мне нравилось, но с другой стороны, надо не забывать о том, что это должен кто-то смотреть, потому что, ну, только для себя одного это как-то странно делать все-таки контент. Хотя, наверное, тоже. Ну, зрителя всегда найдется, то есть, в любом случае. Просто, ну, хочется, чтобы был более широкий зритель. И пропуская тему поп ММА, я, на самом деле, себе очень сильно обрубаю просмотры где-то, вот, что не очень хорошо в плане монетизации той же. Но, не знаю, мне просто это как-то настолько неинтересно, мне настолько сложно уже в этом разобраться. Там, говорю, какие-то пулеметы, автомат, ну, Гаджи-пулемет, там, Магомед Базука, я не знаю, просто, ну, уже, мне чуть сложно, короче, это понять. И вот, может быть, все дело в том, что я смотрел бои в 90-е, да, еще года там, UFC вот первые. И там, ребята, у них реально все были с никнеймами с какими-то. Я думаю, ну, камон, это все 30 лет назад уже было. 25 лет назад уже было. И просто все как-то, ну, возвращаются, вот, танки. Ну, вот, мой любимый боец, там, Тэнк Эббот. Его звали Дэвид Ли, а его все называли там Тэнк. Другой там боец, Кимба Слайс, не знаю. Ну, мне кажется, уже пора вот этих каких-то никнеймов, она чуть уже себя исчерпала. И вот, когда это снова видишь, не знаю, мне это неинтересно, никакой забавы не вызывает. Но я понимаю, что очень сильно из-за этого просаживаюсь и по просмотрам, и по охватам. Но благо кто-то, ну, другой контент на моем канале смотрит более-менее. Но все-таки это причина во времени? И то, что ты уже не хочешь вникать, разбираться? Или тебе просто это неинтересно? Мне это неинтересно. Это реально. Мне это неинтересно. Я иногда пытаюсь, вот когда, например, приезжал хардкор сюда, в Алматы, мне очень понравилось, что на турнире происходило, потому что я такой атмосферы на ММА-турнирах не видел до этого. Во-первых, полностью был забит стадион, такого на ММА-турнирах вообще не увидишь. Во-вторых, люди, реально, насколько я, ну, там, считывал как-то, да, эмоции толпы, они были супер заряжены вот этим хардкором. И я немножко, конечно, даже позавидовал, что в классическом ММА такое пока не могут сделать. И я не понимаю, почему. Поэтому, ну, я был на этом турнире, мне, в принципе, понравилось. Но, опять же, разбираться, кто вот все эти люди, которые дрались, кроме бойцов ММА, бывших, которые, там, ну, и бывших, и действующих, которые на этом турнире выступали, мне было сложно. Там какие-то имена, у них какие-то еще рекорды, там, непобедимые, они приходят, сразу же проигрывают, там, ну, сложно все это. Причем в поп-ММА, я так понимаю, что тоже время жизни бойца намного меньше, чем в ММА. Из-за того, что, во-первых, я так понимаю, что тоже есть проблемы с наркотиками, с всякими запретными штуками. И очень многие люди там выгорают просто из-за этих конференций и прочего. А, во-вторых, там сам уровень низкий, поэтому приходит каждый раз кто-то посильнее и побеждает этих, и эти уже перестают быть звездами. Мне сложно в этом разобраться, но, в принципе, я понимаю, что надо. Не знаю, может быть, когда-то к этому приду тоже. И еще складывается ощущение, что ты женские бои меньше освещаешь. Нет? Да я не знаю, женские бои, во-первых, просто меньше заведомо. Ну, нет, у меня много интервью с девушками. Просто они не такие, как бы, да, интересные. Есть какие-то интересные истории, вот, например, Валентина Шевченко. Вот, шикарная женщина, и у нас с ней прям есть интересные интервью, мне кажется, причем довольно старые. Надо тоже с ней, на самом деле, связаться. Очень крутая, супер такая, ну, вообще очень развита во многих сферах своей жизни. Прямо вот здоровская девушка-боец. Собеседница интересная? Очень интересная собеседница. У нее и сестра Антонина, она вообще сейчас закончила курсы пилота, стала пилотом самолета, уже там на нескольких видах самолетов умеет летать. Они обе там мастера спорта по стрельбе, знают кучу языков. Короче, две вот сестры, очень крутые, очень интересные. А так просто, мне кажется, ну, мало интересных каких-то историй пока в женском ММА, потому что в женском ММА там мало бойцов, но их становится больше. Вот, а так сами бои тоже, типа, от боя зависят. В принципе, наверное, в общей массе женские бои не такие интересные, потому что, ну, у женщин там другое строение мышц, но есть там женские бои, которым позавидуют там многие мужские бои. На последнем UFC, когда, да, девушка сломала мизинец? Да, Роус на Майюнессе, да. И три раунда билась со сломанным... Да, да, ну, вот за Роус на Майюнессе, кстати, давно слежу, она просто, ну, я не очень хорошо на английском разговариваю. Ну, я, в принципе, у меня есть пару интервью на английском, но мне сложно, короче, это. Надо вот тоже вот этот скилл потянуть. И она из тех, с кем я бы записал бы интервью, потому что у нее тоже интересна очень жизнь. Она там в Литве жила, у нее там были тоже... Короче, тяжелая жизнь у нее была, или в Латвии, в Литве, по-моему. Поэтому она интересный прям собеседник, я уверен, и я бы с ней хотел бы записать интервью. Все-таки давай вернемся к таким более человеческим вопросам. Очень трогательное твое отношение к супруге. Ты все время... Ну, скажи к собаке. Мы с Мишей работаем вместе, у нас рядом столы. Миша приходит когда в Лигу. И любое твое слово и какие-то любые комментарии, он такой трогательный. Расскажи, как вы познакомились, почему... Вернее, как ты понял, что это именно та самая? Ты же уже достаточно сознательно в зрелом возрасте это решение для себя принял. Почему именно она? Ну, в принципе, это просто такой вопрос многослойный. Как мы познакомились? Нас подруга познакомила. Но мы полтора года еще просто были знакомы перед тем, как отношения... Блин, я сейчас вот и говорю полтора года, думаю, может, не полтора года были знакомы. Потом мы просто перезапишем два года. Потом жена мне по шее даст. Короче, сколько-то были знакомы до отношений, и мы не особо общались. А потом пандемия нам помогла. Вот прям хорошо очень сблизиться. Но почему вот именно моя жена? Не знаю, просто, ну, и красавица, умница, и чувство юмора у нее очень хорошее. Вот мне вообще очень важно, чтобы и в друзьях, и вот в жене моей чувство юмора... Мне кажется, это очень важное качество, потому что чувство юмора за него отвечает интеллект. И много других каких-то человеческих качеств. И люди, у которых хорошее чувство юмора, они не всегда там добрые какие-то, но всегда с ними интересно. Они всегда умные. Да. Ну, может быть, и не всегда, но в любом случае интересные они всегда, да. С ними интересно. И вот у женщин... Sorry за сексизм. Без сексизма. Sorry. Ну, мне придется это сказать. Ну, мужчины и женщины чуть отличаются. Вот. И есть большое количество женщин, у которых хорошее чувство юмора. И также большое. У моей жены оно отличное. Вот. И реально это редкость, мне кажется. Ну, я немного знаю вот девушек, у которых очень хорошее чувство юмора. Отличное. У моей жены такое... Ты так говоришь, как бы ты прям решающим фактором было. Ну, одним из. Это очень важно. Просто я говорю, для меня это и как интеллект. Ну, она как бы не, кроме того, что у нее очень крутое чувство юмора, она еще красавица, она умная, добрая. Вот. Любящая. И это тоже, ну, как бы важно. Я просто про то, что вот в любом случае этих качеств у многих девушек бывает. А вот чтобы еще чувство юмора было, это редкость. У моей жены вот все хорошие качества. Да. Так вот даже сейчас пытаюсь найти какие-то плохие. Не надо. Ну, а я даже говорю, мне ее как-то не найти. Реально, вот повезло. Я вообще везучий человек, кстати. И в отношениях вот мне повезло встретить. Ну, как встретить, кстати, я реально же еще и там добивался жену, поэтому я еще и постарался как бы над этим работом. Поэтому мне как бы досталось это не просто так, что раз, и вот так досталось небо. Вот, встретил девушку, она мне понравилась, вот, добивался и добился. Вы сейчас полностью приехали и живете в Алма-Ате. Да. А ты думал вообще о будущем, какие у тебя планы? Не, я же вот про план на бой не спрашиваю никогда в интервью. Не знаю, мне кажется, это тоже там не очень хороший для атеиста поговорка, но в любом случае хочешь там насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Жизнь настолько меняется, что я не знаю, как можно что-то планировать. Я пытаюсь просто, не всегда получается, но я пытаюсь там не останавливаться в развитии в каком-то. Сейчас тоже чуть сложно стало из-за переезда, из-за всего остального как-то много читать. А так я, в принципе, ну, очень люблю читать. Много читал, развивался, какие-то слушаю, там, научные подкасты. И вот в чем-то вот таком себя пытаюсь прокачивать. Ходил еще тоже на языки, но вот тоже приостановился чуть немножко с обучением. Ну, сейчас, надеюсь, тоже вот в этом году все-таки буду ходить на английский язык. Вот надо инвестировать в себя и время свое, не на всякие там развлечения и ерунду. Надо, ну, вот, инвестировать в себя время, инвестировать в себя силой, инвестировать деньги в себя. И, в принципе, тогда не так страшно, да, думать об изменчивом будущем. Если даже что-то плохое случается, можно всегда там себя найти в другой стране, можно себя найти в другом деле. Вот, надо вспомнить о том, что там, да, это есть, конечно, ответственность, это твоя семья в первую очередь. Но, не знаю, я, короче, не боюсь будущего, какое бы оно ни было, поэтому я о нем не думаю. Ты сейчас так достаточно позитивно говоришь, но, знаешь, я вспомнила две вещи. Я вспомнила, сколько негативных комментариев есть под твоими постами по поводу того, что ты уехал, ну, и вся вот эта история. И вторая вещь, позволь, я это скажу. Ты сказал, что любишь читать, но как-то ты мне сказал, признался, что ты не можешь сейчас читать из-за того, что ты не можешь сосредоточиться на тексте, потому что, ну, вся эта ситуация, которая происходит в России, и твой отъезд, это всё-таки не прошли для тебя даром. Несмотря на то, что ты улыбаешься, ты позитивный, ты весь на таком вайбе лёгком, но эта рана как-то в тебе она есть. Ты знаешь, вопрос о том, ну, может быть, он для тебя будет тоже болезнен, но, прости, я его не могу не задать, ты вернёшься в Россию? Ну, от многих факторов зависит. То, что происходит плохо. Вот. Но это не Россия в этом виновата. Вот, а конкретные люди. Поэтому в моих планах есть возвращение. Но я не знаю. Я не знаю просто, что завтра будет, поэтому, поэтому не знаю. А так, стоит сказать, что меня очень хорошо принял Казахстан. Мне здесь всё нравится. Не знаю. Я об этом не задумываюсь. В любом случае должно случиться ряд событий, которые могут повлиять как-то на моё возвращение. А так, мне тоже, знаешь, я никогда до этого, в принципе, я жил тогда. Нельзя сказать, что я хорошо жил, в плане того, что у меня там небогатая семья. Наоборот, у меня достаточно бедная семья была. Но родители меня окружали всегда заботой, любовью. Вот мы жили до того, как мне исполнилось, 7 лет, в четвером в однокомнатной квартире. Но при этом, в любом случае, там, на протяжении всей моей жизни, там, родители вкладывались, там, в моё обучение, там, вот, в моё какое-то... Ну, в мои, там, мозги, в мои какие-то способности. Я чуть потерял... Вот так вот. Потерял нить. Вот, вкладывались зря. Вкладывались. Я к тому же всё говорю, что... Всё, я вспомнил. Что я был в зоне комфорт. Хоть, может быть, там, не назовут, да, это люди. Там, в зоне комфорта, что там мы там в четвером в однокомнатной квартире жили до того, как мне 7 лет исполнилось, да. Но в любом случае, у меня всё, в принципе, хорошо получалось. И потом, вот, там, получилось свою квартиру, да, приобрести тоже, вот, ну, спасибо части родителям, да, за это. И, вот, в принципе, всё было хорошо. Я всегда завидовал тем людям, которые, например, там, переехали из маленького города в Петербург. Мне всегда было тоже интересно вот это всё равно почувствовать, да, вот, каково это, вот, бороться за какое-то своё хорошее будущее. Мне было это интересно. Потому что, вот, опять же, у меня, в принципе, всё это было. А от чего не было, мне родители помогали в этом. И сейчас такая возможность. И я понимаю, что это вообще, там, знаешь, не конец жизни. И это не так страшно, как мне казалось. Если ты, там, хочешь чего-то, да, добиться, и, ну, и самое главное, прикладываешь к этому усилия, то ничего нету страшного, там, ни в переезде, ни в чём остальном. Многие пишут, типа, ты сбежал. И, в принципе, меня чуть-чуть забавляет этот комментарий, потому что, ну, надо от кого-то сбегать. Вот, а я, ну, сам решаю за себя, где я нахожусь, в какой стране, в каком городе. Ну, не считая, конечно, каких-то историй там с визами. Понятное дело, я не могу, хотя, в принципе, я и могу попасть в какое-то государство, где нелегалом, да, закрыты визы. Но это плохая история, не надо нарушать законы. Но в любом случае я не думаю, что кто-то за меня должен решать, где мне быть и где находиться. Если я считаю, что мне нужно сейчас быть в Казахстане, то я приезжаю в Казахстан, вот, и нахожусь здесь. А если, ну, я посчитаю, что нужно будет вернуться, то я вернусь. И, ну, комментаторы точно никак не повлияют на мое решение. Ты сказал о родителях, очень тепло, ты уже всегда о них рассказываешь. И мне понравилась твоя фраза, которую ты тоже недавно мне сказал. Говорю, Миш, почему тебя, как ты думаешь? У тебя такая здоровая психика. То есть ты не реагируешь на какие-то комментарии, оскорбления. Ты не загоняешься по каким-то там эмоциональным вопросам. Ну, реально здоровое, адекватное отношение к реальности. И ты сказал, мне просто родители любили. Ты считаешь, это самое важное для этого? Сто пудово, да. Да, любили и заботились обо мне. Ну, и сейчас тоже любят. Ну, и у нас, собственно, зеркальные отношения. И мне кажется, в этом плане моя какая-то, моя какая-то система отношений с женой, она построена на том, что я видел там у своих родителей. И это очень важная история, если про какие-то, да, важные советы, которые можно давать на всяких разных интервью. Единственное, что бы я бы сказал там про воспитание детей, надо просто любить своих детей, это очень важно. Ты хочешь детей? Да. Мы тебе этого желаем. Да, спасибо. Ну, мы, в принципе, да, над этим работаем. Да, это просто же тоже такое дело, не сразу. А давай вот гипотетически представим, если... Ты готов, чтобы твой ребёнок, давай так скажем, был гражданином Казахстана? Ты такой рассматриваешь для себя вариант? Ну, я никаких проблем не вижу. Ну, я говорю, что я, хоть, ну, я считаю себя, ну, хоть у меня национальность не русская, но я считаю себя точно, ну, человеком ментальности русской, потому что я воспитан на русской литературе, думаю на русском языке, и я Россию люблю, и хочу ей только лучшего. Вот, но я не вижу никаких, сейчас, особенно когда я попробовал, да, переехать в другую страну, я не вижу никаких проблем в том, чтобы жить в другой стране. Ну, надо только, опять же, знать, конечно, язык, и надо над этим работать стопудово, вот, а так, не вижу никаких проблем. Я бы хотел, конечно, ну, опять же, для ребёнка, если такая возможность будет, чтобы у него было, наоборот, максимальное там количество выбора, чтобы он мог без виз куда-то ездить. Есть паспорта нескольких стран, которые там прям дают самый большой набор стран для путешествий, и в идеале бы хотелось бы, чтобы вот такое что-то было, чтобы тоже в какой-то момент, там, не знаю, не закрыли ему, там, выезд из страны, или, наоборот, не закрыли въезд в какую-то другую страну. Вот было бы круто такие дать условия ребёнку, с другой стороны, он тоже взрослым будет, пусть сам тоже старается. Ну, в принципе, я не вижу, ну, мне всё равно, какое у него гражданство будет, вообще без разницы. Миш, мне кажется, нам не хватит с тобой двух и трёх часов, потому что ты, правда, интересный собеседник, искренний, ну, чувство юмора — это отдельный респект. Спасибо, что ты пришёл, мы с тобой надолго не прощаемся, я имею удовольствие общаться с тобой каждый день, и мне хотелось поделиться вот твоим вайбом с нашими зрителями. Я думаю, мы, ну, наши зрители видят тебя в других передачах в качестве ведущего, но первый раз ты здесь в качестве гостя. Я думаю, это был хороший опыт, как тебе, кстати? Да, спасибо тебе, и я думаю, что стоит нашим зрителям рассказать небольшой секрет, что вообще в этой студии должен был быть Слава Никифоров, и он сегодня пришёл, ты такая говоришь, надо что-то делать, Миш, давай к тобой запишем. Да, но на самом деле мы давно же хотели с тобой записать, и я думаю, это было интересно. Согласен. Спасибо. Спасибо.